Итак, уважаемые друзья, позвольте еще разочек представиться. Меня зовут Дмитрий Эппов. Я давно занимаюсь 3D графикой, в частности Max, но не только им, но Max это до сих пор, несмотря на то, что уже столько лет прошло, является все-таки моим приоритетным продуктом, потому что это все еще и еще долго, я думаю, будет такой, я бы сказал, стандарт в производстве 3D контента. Хотя сейчас, да, есть много других продуктов, которые находятся на одном уровне с Max, но они имеют куда меньшую степень внедрения, так скажем. Впрочем, сегодня речь у нас будет не об этом. Перспективы развития Max и рынка в целом я с новостью обсуждаю с вами, но уже после небольшого моего выступления. Сегодня я бы хотел рассказать вам о том, как в Max, ну относительно простыми методами, можно строить разного рода технологические модели. Ну и давайте сначала я, с вашего позволения, минуткой рекламы, немного расскажу о том, что такое компания-специалист и чем мы занимаемся. Ну вот, пару слов обо мне, я не буду это комментировать. Могу только отметить, да, что я работаю уже очень давно, и не только в компании-специалист, а в целом на рынке 3D-графики. Занимаюсь созданием разных проектов, развиваю свой канал в YouTube, ну в общем, стараюсь, что называется, быть в тренде. В последние годы, кстати, помимо Max заинтересовался Unreal Engine, немножко Blender, немножко созданием текстур в Substance, но до сих пор, тем не менее, именно Max V-Ray Corona, это мои главные, так я скажу, производственные продукты, которыми я интересуюсь не ради развития, а ради того, чтобы непосредственно на них зарабатывать деньги. И я имею в виду сейчас не обучение, а непосредственные проекты, которые я выполняю постоянно. Ну а работаю я в компании-специалисты, это очень крупный учебный центр в России, ну я мог бы сказать, самый крупный, если говорить о центрах, где идет подготовка по компьютерным дисциплинам, по IT-технологиям. 29 лет мы проводим обучение, гарантируем качество проведения наших курсов, гарантируем качество результата. И вот сегодня в рамках поддержки наших курсов я хотел бы показать вам, что такое построение технологических моделей в МАКСе. У нас, да, есть, конечно, и курс полноценный, который тому же самому учат, но тем не менее, сегодняшний мастер-класс не какая-то замануха типа, вот сейчас я вам покажу чуть-чуть, а дальше записывайтесь на курсы, нет. Я вам покажу вполне самодостаточный механизм, чтобы вы понимали, как вы своими силами можете что-то попробовать сделать в МАКСе без каких-то, скажем так, вложений денег вот прямо сейчас или там срочного подключения к какому-то курсу. Суть, конечно, не в этом. Так я считаю, очень нечестно делать, никогда так не поступаю. Кстати, если вы видели мой YouTube-канал, вы видите, там у меня очень много полностью самодостаточных примеров, которые никак не пытаются рекламировать учебу где-то там за деньги или что-то такое. Я вот вижу, пишут мне в чате, что со звуком проблема. Друзья, еще разочек поставьте плюсики, если со звуком все хорошо, ладно? Да, ну все, отлично, супер. Так вот, речь сегодня, да, будет о том, как создавать технологические изделия. Притом это от и до такой очень короткий, но тем не менее довольно емкий мастер-класс. Но сначала, как принято говорить, дисклеймер, то есть некий отказ от ответственности, но говоря более адекватным в данном случае языком, небольшая ремарка. Дело в том, что Max не является программой для высокоточного технологического дизайна, как вот скажем SolidWorks, ну или классика жанра AutoCAD. То есть Max это не про точность, Max это про визуальные прототипы. Что такое визуальный прототип? Это нечто похожее на конечную продукцию. В Max вы не сможете спроектировать, ну скажем, какой-то там двигатель внутреннего сгорания, что потом можно было его на станке вытащить, он после этого у вас включился. Но в Max можно сделать прототип некой машины визуальной, которую можно проанимировать, оживить, показать заказчикам и, собственно, подать вашу идею красиво. Вот это Max делает замечательно. Ну и об этом мы сегодня как раз поговорим с вами. Да, есть еще и полный курс об этом, я потом вам расскажу. Давайте пока я прерву вот эту презентацию со слайдами, потому что самое время перейти непосредственно к 3ds Max. Что мы с вами будем моделить? Конечно, за короткий мастер-класс, длится мастер-класс у нас обычно 45 минут, но может чуть больше в этот раз, но не страшно. За это время, конечно, я с вами не смогу нарисовать там машину там или даже что-то попроще. Поэтому я в качестве примера выбрал вот такие часы. Но они тоже не самые простые. Мы с вами будем строить часики, ну, строить, моделировать. Они будут стать из нескольких деталей, собственно, как мы здесь их видим. Заметьте, у меня есть две картинки. Я эти картинки нашел в интернете, ну и немножко обработал в фотошопе. Я их подогнал к одному масштабу с помощью направляющих в фотошопе и сохранил два отдельных файла. Притом в этих файлах имеется определенное разрешение. Я сделал так, что у меня 1200 на 1200 пикселей, то есть строгий квадрат, ну а здесь 1200 на 300 пикселей. То есть прогнозируемые точные размеры, которые я могу повторить в 3ds Max. Притом я знаю, что в жизни циферблат этих часов – это 40 мм. Это тоже важно, потому что мне же нужны часы не от балды, а строго в размерах. Поэтому всегда построение, с чего начинается в Max. Обычно какие-то эскизы создаются. То есть если бы этих часов в жизни не существовало, я бы сначала все равно в каком-нибудь скетче на планшете просто нарисовал бы от руки некий набросок предмета, который я хочу построить. Притом постарался бы изобразить его еще и в двух плоскостях. Что дальше мы делаем в Max? Мы в Max выставляем единицы измерения, unit setup, проверяем, что это будут у нас миллиметры. Я вообще фанат сантиметров, но я-то обычно рисую дома там всякие. Там вообще метры порой ставить приходится. Но для часов, конечно, миллиметры – это оптимально. Ну а теперь я рисую боксик. Просто вот такой боксик – это будет так называемая виртуальная студия. И я ставлю ему размеры отнюдь не по размеру часов, а по размеру пикселей в наших чертежах. Вот толщина пускай будет 30, а размеры будут 120 на 120. Ну у меня там, помните, я говорил 1200 на 1200 и на 300. Я по нолику откинул, а то числа большие получаются. Вот, хорошо. Теперь этот самый боксик. Я правой кнопкой конвертирую в editable поле. Нажимаю правой кнопкой, конверт в editable поле. И удаляю у него несколько полигонов. А именно все вот эти полигоны лицевые. Оставляю только задние, два боковых. Теперь мне нужно инвертировать нормали. То есть сделать так, чтобы он был виден изнутри, потому что сейчас он виден снаружи. Для этого я выделяю элемент целиком, нажимаю flip. И вот получается некая виртуальная студия. То есть теперь вот сюда можно наклеить чертежи. Дальше нам придется перейти в редактор материалов. Только сначала давайте нажму команду render setup и в качестве системы рендеринга выберу V-Ray. Ну я одинаково хорошо владею V-Ray и Macaron. Но для технологических изделий я всегда использую V-Ray. V-Ray, конечно, в этом плане не буду вдаваться, но для меня лично много удобных. Хотя те же интерьерчики, куда больше мне нравится корона. Ну не то, что больше нравится, но более рационально ее использовать чаще всего, оказывается. За исключением случаев с анимацией, конечно. Так, вот теперь берем редактор материалов и вызываем материал виреевский обычный. Таких материалов нам потребуется много. Но вот прямо сейчас, я у тебя про запас один скопирую. Прямо сейчас у первого материала я поставлю ему так называемую диффузную карту или карту основного цвета. И загружу сюда картинку с часами. Вот ту самую, которая у меня фронтальная. Вот она. Теперь сделаю копию этого материала. И у копии заменю картинку на боковую. Так, хорошо. Назначим первый материал целиком на нашу студию. Потом включим выделение полигонов. Возьмем боковые полигончики. И назначим сюда боковую картинку. Все. Ну как все. Вот здесь вот хорошо. А здесь не очень. Да и часы, кстати говоря, тоже крипо назначено. Придется немножко повозиться с модификатором. UVW Map. И возможно даже несколько таких модификаторов назначить. Я вот работаю не на своем компьютере сейчас. И вижу здесь довольно забавно глючить интерфейс Max. И капец. Ну ладно. Главное работать. Спасибо. Я вешаю модификатор UVW Map. Включаю режим бокс. Вот сейчас здесь все хорошо. Хорошо, вот здесь плохо. Окей. Сделаем конверт в поле. Выделим только ту сторону, которой пока не повезло. Еще раз давайте я применю модификатор UVW Map, который управляет текстурой только уже для вот этой отдельной стороны. Сейчас мы решим, в какую сторону ее развернуть. Галочки Flip такие есть удобные, которые позволяют управлять поворотом текстуры. Все шикарно. Дальше очень хитрая настройка. Надо нажать, правда, кнопки по чертежу, Object Properties вызвать. И вот тут я использую несколько секретных галочек. Я скажу, чтобы Max его заморозил, чтобы он его не рендерил, чтобы на рендере эта штука не появлялась. Чтобы он при заморозке не делал его серым. А еще, чтобы он позволял смотреть насквозь. Вот галка очень полезная, которая называется Backface Cow. Она, знаете, боковые стороны, сделает невидимыми, если мы смотрим с обратной стороны. Сейчас увидите. Окей? И вот смотрите, как здорово все теперь работает. То есть, как только сторона какая-то начинает мешаться, она пропадает. Ну вот, можно начинать работу. Чертеж, кстати, замерз. То есть, я не могу его выделять. Давайте для начала сделаем очень простую детальку. Сделаем вот эту вот маленькую крутилочку, которая регулирует, ну, настраивает часы, скажем так. Во всех проекциях я выключаю сетку. И клавишей F3 включаю отображение текстуры. Так называемый режим тонирования. Все, вот у меня крутилка. Изобразим цилиндр. Вот это вот сейчас будет очень важный момент, собственно, ключевой. Для всего нашего 3D-моделирования. Расположим эту крутилочку будущую где-то здесь. Ну, то есть, сразу. Кстати говоря, видно, что чертежи не в полной мере совпадают. Хотя нет, вполне себе неплохо. Они совпали, замечательно. Шикарно. Ну и вот он ключ к успеху. Я пока подключаю лишние сегменты. Кстати говоря, когда вы создаете в качестве заготовки цилиндр, всегда стараетесь в стороны делать кратные четырем. То есть, у 18 это неправильное значение. Правильное значение 20 или там 24. Это замечательно. Ну, пускай я буду 20. Ну и конверт в editable поле. И вот, наверное, самое ключевое, что нужно знать о технологическом моделинге, это как правильно работать с так называемой жесткостью. То есть, если я хочу эту модель потом сгладить красиво, я буду применять ко всем ее деталям модификатор, который называется OpenSubDiv. Который, собственно говоря, выполняет сглаживание. И вот я вижу, что получается явно какая-то ерунда. Вместо того, чтобы получить какую-то гладенькую, такую красивую крутинку, я получаю какой-то вот такой стремный узелок. Все делаю в реакции OpenSubDiv на ребра. Вот у нас есть с вами ребро. И пока ребро здесь одно, сглаживание будет идти с максимально возможным радиусом. То есть, например, самый простой вариант. Я выделяю полигон вот этот. Беру команду масштабирование. Из клавиши shift тяну его внутрь. Что при этом происходит? Полигон экструдируется внутрь. То же самое можно было бы сделать с командой insert. Ну, раньше только insertом это делали. Сейчас можно с shift'ом что-то видеть. Очень удобно. И я сразу же получаю куда более жесткое ребро. Но все равно пока еще недостаточно жесткое. С этой стороны можно проделать похожую операцию. И все равно не совсем то, что нужно. Хотя вот сейчас уже такая бабушечка получается более вменяемая. Давайте добавим итерации, то есть циклов сглаживания. Вот уже почти красиво. Однако здесь у нас есть вот такие специфические детальки. Для того, чтобы их получить, во-первых, мне нужна небольшая часть, которая будет без них. То есть нам нужно в виде сбоку добавить новые ребра. Я выделю все боковые ребра и использую команду connect. Самая часто применяемая команда для того, чтобы добавить новые ребра. Теперь я включу полигоны и повыделяю полигоны через один. Готово. И я сделаю им так называемый экструд. Экструд позволяет их выдавить. Кстати, можно сразу учесть, если мы хотим жесткий переход, чтобы здесь сглаживание шло не вот так, а вот так, то лучше сделать маленький экструдик. Он добавит дополнительное ребро и в дальнейшем будет препятствовать сглаживанию. Вот так. Да, ну елки, полки. Давай выдавлю его сушить. Сойдет лоб. А вот теперь экструд побольше. Готово. Посмотрим, что получается, если ее сгладить. Но здесь же у нас должны быть аккуратные границы, а не вот такая зализанная штука. Ну и опять, значит, мы берем с вами все ребра, нажимаем команду connect, она добавляет еще одно ребро, и это ребро будет блокировать сглаживание. То есть поставим его куда-то вот сюда, и с этой стороны теперь у нас со сглаживанием все смотрится аутентично. С той стороны, ну, значит, нужно еще раз повторить эту операцию. Опять connect. Опять сюда. Ну вот теперь, да, колесико получилось. На крупном плане видосбок хорошо видно, что оно не так просто, как кажется. У него есть некий вал, вокруг которого оно вращается. В принципе, его несложно будет сейчас повторить. Для этого мы возьмем полигончик, скопируем его. Вот мы сначала подберем правильный радиус. Теперь скопируем внутрь. Там даже по ощущению некая выпуклость есть. Как будто эта сторона ведет себя как-то вот так. Ну а здесь нам нужно сделать шов. Как делается шов? Берется ребро, и ему делается так называемый чамфер. Чамфер позволяет из одного ребра сделать два, там три, сколько тебе нужно. Мне нужно сделать два ребра из одного. То есть вот так должно получиться. И это вот и получилась заготовка шва. Теперь мы с вами можем взять один полигон и дважды с нажатым контуром щелкнуть по соседнему. Это означает выделить ленту. Ага, с шифтом. Окей. Здесь я вижу стоит 3ds Max не обновленный. Здесь 2020, 21 Max, но без сервис пак первого. Поэтому здесь именно с шифтом надо щелкать. Окей, с шифтом так с шифтом. Ну и я нажимаю X2 для того, чтобы продавить эту штуку в глубину. Вот. Она и будет у нас давать тот самый чудесный шов. И обратите внимание, не очень красивый профиль шва получился. Хотелось бы этот профиль более жестким. В таком случае мы выделяем все ребра внутри шва и снаружи шва. И можно либо с помощью команды чамфер сделать еще больше ребра, либо 3ds Max позволяет менять такую настройку, называется криз, жесткость. Вот она очень хороша, когда мы хотим сделать более жесткие границы, но не хотим добавлять больше ребра из-за того, что тут их так много уже. Плюс деталька такая довольно сложная. Не хочется создавать совсем уж бешеное количество ребра. Поэтому я... Давайте включу, показывать конечный результат. И увеличу криз прямо у вас на глазах. Как видите, при увеличении криза границы получаются жесткими. То есть криз позволяет регулировать жесткость границ сглаживания, не добавляя ребра. Это, кстати, не всегда хорошо работает, но сейчас, как видите, отлично сработало. Можно вот по внешней границе тоже немножко криз добавить, чтобы вот так получилось. Еще чуть-чуть. Ну вот, замечательно. Я бы сказал, регулировочная ручка получилась. Ну а теперь займемся главной частью. Собственно говоря, циферблатом. Даже не циферблатом, а, правильно говоря, корпусом. Я рисую большой цилиндр. Можно было подойти совершенно разными путями к вопросу моделирования корпуса часов. Я использую один из возможных. Количество сторон я поставлю 24. То есть кратно 4, это важно. Так, вот он, если смотреть сбоку. Хорошо. Это будет у нас пока основная часть корпуса, то есть какая-то вот такая. Обратите внимание, я нажимаю на клавиатуре Alt-X, чтобы сделать его прозрачным. А, кстати говоря, эта штука я вообще сейчас прячу. Нам не нужна пока. Вот получается основная часть корпуса. Правой кнопкой Convert to Editable Poly. Ну что же, поехали. У этого корпуса, как видите, по краям есть небольшие шовчики. Давайте для начала я сделаю два новых сегмента. Командой Connect я заряжу два сегмента и попрошу их разъехаться поближе к краям. Командой Connect может добавлять сразу несколько сегментов, что очень удобно. Эти дополнительные сегменты будут удерживать края от ненужного сглаживания. Пожалуй, я даже сделаю три сегмента, пускай еще один посередине. То есть, вообще говоря, вот эти лишние сегменты очень хороши тем, что они позволят мне меньше беспокоиться о сглаживании центральной части корпуса. Заметьте, я сразу применю модификатор OpenSubDiv, ну, на который, конечно, здесь все надежды идут. И вот я уже получаю такой достаточно аккуратно сглаживанный элемент. До того, как я сделал вот этот дополнительный сегмент команды Connect, он, конечно, тяготел к сглаживанию в такую плюшку абстракта. Теперь, да, все хорошо, похоже на диск. Опять включаю полигон, выделяю полигон, и вот из него я буду делать сейчас эту часть. Можно очень интересным путем действовать просто с клавиши Shift, копировать его. Это тот же самый экструд, то есть выдавливание. Вот здесь у меня шелк будет. Здесь у меня будет граница циферблата. Ну и давайте сразу командный масштаб я уменьшу немножко его. Вот так вот. Здесь кольцо крепления циферблата. Я имею в виду и сам циферблат, и стекло. Поэтому тут можно немножечко его с Shift опять потянуть внутрь. И теперь с Shift потянуть в глубину, то есть заглубить его. Как видите, я почти не использую обычную команду экструдера все время с клавиши Shift, или использую команду движения, или использую команду масштабирования. Так и работать, конечно, удобно. Ну вот, это будет у меня циферблата. Смотрим на OpenCD, и все смотрится вроде бы неплохо. Пока не буду детализировать его дальше. Давайте займем с обратной стороны. Здесь меня все устраивает. Ну, раз только вот эту линию, я чуть-чуть право сдвину. Тот у нас тоже с обратной стороны. Похожая, кстати, ситуация. Тут есть некий элемент обратной стенки, в которых крышечки идут. Вот так. Здесь у нас шов. Обязательно на шов вставьте ребро. Ну и задняя крышка. Задняя крышка, она сходится как-то вот так у нас. Но мы, к сожалению, не видим ее, поэтому остается только гадать, как она могла выглядеть. Но я сейчас сделаю ее чуть-чуть выпуклой. Все, корпус готов. По-хорошему, друзья мои, ну вот как, допустим, я на курсе действую. Этот корпус сейчас надо бы распилить на части и разъединить их. Потому что тогда мы сможем эти части по отдельности прятать и вызывать. Но я пока не хочу действовать таким путем, по одной простой причине. Я сейчас буду его пилить, и это займет больше времени. Но, к сожалению, время – это единственное, чего у нас с вами сейчас нет. Поэтому оставим такую детальку. Давайте сделаем швы, уходящие в глубину корпуса. У нас вот здесь должно быть два шва. Один у нас здесь. Вот он. Второй у нас здесь. Нет, вот это. Вот я взял две линии, и из них я делаю двойные ребенка. То есть я использую команду chamfer на, допустим, назначение 0,5. Много, да? 0,2. 0,1. Но вот так как-то, да? Давайте 0,15, что ли. Вот, хорошо. Это ребро подальше надо бы отодвинуться. Слишком близко оно ставится. Вот они, наши замечательные швы. Будущее. Я могу командный ринг выделить. А, нет, так не могу, конечно, с вами. Только с shift общим. Все, хорошо. Ну и я вдавливаю их экструдом внутрь. Тут уже придется команду экструд нажать. По одной причине нужно включить локальное направление. Чтобы система понимала, что нужно вдавливать локально, то есть относительно позиции каждого полигона. Отлично, окей. Ну и здесь давайте то же самое сделаем. Это не самые идеальные технологические швы, но, в принципе, вполне для нашей детальки допустимы. Теперь давайте я выделю все вот эти ребра. Ну и вместо того, чтобы множить эти ребра с помощью чамфера, добавлять еще, 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 я сделаю просто криз. Опять мне очень нравится возможность, потому что я могу включить, показывать конечный результат, то есть сглаженную модель, видите. И вот я увеличиваю значение криз и вижу, как возрастает жесткость. На мой взгляд, кстати говоря, криз 0.25 вполне достаточно. Я этой настройкой криз пользуюсь уже очень давно, еще со времен 18-го Макса. И могу сказать, что некоторые технологические изделия, которые я делал, они без этого криза, ну, просто я брехнулся на самом деле. А так, именно с помощью этой настройки количество ребер получается намного меньше. Хотел сказать, что вот из моих собственных моделей технологических, наверное, где я больше всего пользовался кризом, это вот здесь. То есть вот модель, она монолитная, вся сделана одним куском, и вот все вот эти границы, это все криз. То есть благодаря этому мне пришлось дополнительные ребра делать. Ладно. С вашего позволения я вернусь к Максу. Я слегка расстроил вылет, но ничего, все идет. В общем, готовы у нас с вами вот эти шовчики, все хорошо, действительно они смотрят шовчики и шовчики. Их можно сделать поуже, пошире, то есть мы всегда можем что с вами сделать? Если, допустим, этот шов нам кажется слишком широким, и мы хотим его сделать поуже, нам ничто не мешает выделить вот эти вот ребра и подвинуть их по оси Х, заузив шов или наоборот расширив его. Ну, я сейчас не хочу делать их слишком узкие, меня как-то раз устраивает вот такой вот. Но в этих часах, конечно, самая главная деталь вот она, вот эти вот ушки. И я сделаю весьма интересную вещь, можно сказать, неожиданную слитка. Я включу полигона и без затеи вот так вот удалю раз кусок часов и два кусок часов. То есть я оставил, по сути, одну четвертинку. Потому что сейчас я собираюсь к Editable Poly применить так называемую двойную симметрию. Я применяю модификатор симметрия раз, и он делает одну половинку. И я применяю модификатор симметрия два. И он делает нижнюю половинку из двух верхних. И теперь получается интересная вещь. Если я, допустим, здесь меняю одну точку, обратите внимание, то у меня симметрично редактируется вся модель. Так называемая двойная симметрия. Очень удобная вещь в подобных ситуациях. В ювелирке, кстати, тоже хорошо заходит порой. Но я думаю, вы уже поняли, что сейчас будет. Да, то есть мне достаточно сделать одну такую детальку, и у меня получится вся моя расчетная, все мое расчетное изделие. Так, ну вот она деталька. Замечательно. Я выделил полигоны. Сделал небольшой экструд. Это будет пенечек. То есть я сначала выдавливаю не всю деталь, а делаю маленькую площадочку. Мне нужна эта площадочка для того, чтобы выйти на саму детальку. Вот она, площадочка. Я вижу, что здесь не очень хорошо. Сюда нужно двигать ребра куда-то вот сюда. Ладно, окей. Это не сильно изменит форму круга. Все. А вот теперь уже из площадочки я делаю само ушко. С первого взгляда это выглядит чутка нелепо, потому что, конечно, когда ты грубо формируешь само изделие, это всегда сначала мучительно смотрится. Тут есть некая разногласия между чертежами. Это хорошо видно. Но ничего страшного. Будем считать, что оно выглядит вот так. Еще немножко поправим. И вот тут нам уже не обойтись без головной боли. Эту штуку надо чемферить. То есть нам нужно, во-первых, пройтись по верхней площадке вот этой. Ну вот, в общем, сделал я стеклышко, скопировав полигоны. Стеклышко это отдельная деталь. Более того, необходимо, да, конечно, зашить ее в середине, также сделать ей команду CAP. Вот, давайте я найду CAP. Сделаем ей OPEN SUBDIF для того, чтобы она сгладилась красиво. И сделаем ей SHELL для того, чтобы у нас получилась толщина. Все, теперь у нас есть отличное стекло для часов. Можно сделать браслет. Это не займет много времени. Это буквально 2-3 минуты. Как не страшно. Спасибо большое. Будьте здоровы, друзья. Заслышал пузырь, микрофон я выключил. Чтобы сделать браслет, мне достаточно изобразить какую-нибудь боксику вроде вот такого. Добавим ему несколько сегментов сразу, давайте, вот так. И сделаем конверт в editable поле. Кстати, у этого браслета несколько секций уникальных. Те, которые прилегают к часам. Остальные более, так скажем, примитивные. Ну и вот, соответственно, у нас есть выступающие детальки здесь и здесь. Вот так это должно смотреться. Одна его часть. Традиционно вешаем open-sav-div. Мы уже привыкли к этому модификатору, я уверен. Для того, чтобы он смотрелся более похож на оригинал, вот эти две части выдавливаем еще немножко наружу. Ну и дальше я без затей сделаю такую вещь. Я вместо open-sav-div применю другой модификатор. Это новейший модификатор Max, довольно интересный. Он нужен как раз для hard-surface моделей. И называется он chamfer. И он, как видите, пытается сделать не зализанную модель, а именно модель со сглаженными краями. То есть он пытается сглаживать ее вот так. Притом можно комбинировать его с open-sav-div. То есть можно chamfer сделать предварительное сглаживание, а open-sav-div окончательно сглаживать. Но те детали, которые chamfer сделал жесткими, open-sav-div уже сглаживать не сможет. Ну то есть если, допустим, мы вот так вот добавим дополнительное ребро где-то здесь, и верхнюю часть модели немножечко закруглим, чтобы эта деталька была вот такая. Ну как видите, здесь open-sav-div сработала, здесь нет. Ну и вот с таких деталей мы сейчас легко сделаем браслет. Да, потом придется несколько из них сделать уникальными, те, которые у нас заходят сюда. Но это я вряд ли уже успею. Притом сделаю ее довольно интересным. Для того, чтобы этот браслет сейчас легко замкнуть, я их залинкаю, друзья. То есть я сделаю копию этой детальки вот так. Сделаю, ну не знаю, сколько там должно быть, но рассчитывать надо, допустим, 16 штук. Стоп, нет. Забыл передвинуть pivot point. Точка опора должна быть где-то здесь. Там жестко находится. А вот теперь поехали копировать. Иначе бы это пришлось делать для каждого. Возьмем команду link. И линком присоединим детальки одну к другой. Команда link делает детальку дочерней по отношению к более старшей. Это означает, что если старшая деталька будет как-то реагировать, младшая обязана будет реагировать на это тоже. Ну, допустим, если старшая деталька будет подчиняясь вам, реагировать на команду перемещений или поворот. Ну, в общем, сейчас увидите. И вот я делаю теперь следующее. Я беру верхнюю детальку и начинаю поворачивать чуть-чуть. Я вижу, что у меня поворачивается весь браслет. То есть я могу теперь весь браслет вот так вот, по чуть-чуть завернуть. И он получается у меня всегда соединенным. Можно было придумать и более интересный так называемый риг, то есть оснастку к этому браслету, чтобы он еще более, так скажем, технологично реагировал на наши действия. Но сейчас уже время не позволяет дальше сгаляться. Я на самом деле очень люблю вот эти механические все затеи со связью между детальками. Ну, ладно, получилось вот так. Вот нежные детали, я полагаю, так, конечно, вставать не должна никак у меня. Она должна всегда стоять вот так вот. А все остальное должно к ней подходить правильно. Ну, ладно, тут, я думаю, меня простите сегодня. Получился у нас браслет вот такой, немножко необычный. Нет, все-таки я не могу на это смотреть, друзья, простите, но выше моих сил наблюдать такой перекос. Поэтому я поправлю его поаккуратнее. Пусть это мне и будет стоить лишние минуты. Надеюсь, у меня вебинар не выйдет сейчас. Пусть, 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 пусть. О, красавчик. Ну, а ты, извини, лишнее. Все. Будем считать, что мне почти удалось. Подогнать его как надо. Годится. Так, ну что же. А тем временем мы можем спрятать с вами замороженную заготовку нашу. Оп. И у нас остались часы. Шикарно. В таком случае, друзья, переходим к заключительной стадии, а именно к визуализации. Для начала я создам так называемую HDR-карту. HDR-карта или V-Ray HDR-изображение, она позволит нам, V-Ray Bitmap она сейчас называлась, конечно, по-своему V-Ray, она позволит нам использовать окружающую среду, взятую из специальной картинки. Вот с такой. И я установлю в качестве окружающей среды. Чем это хорошо? Мы сейчас с вами получаем сразу и освещение, и отражение, то есть, короче, все блага. Давайте проверим, включен ли у нас V-Ray. Да, все хорошо. И у меня есть желание теперь включить так называемый интерактивный рендер. Я сначала запущу рендер обычный, вот он замечательный, сейчас включу интерактив. То есть сейчас я вижу все, что происходит у меня на рендере в реальном времени. Замечательно. Можно покрутить саму HDR, то есть в зависимости от ее положения по отношению к объекту, он будет по-разному освещен. Может там контрастности ей добавить, яркости. Ну, в общем, все это редактируется, естественно. Ладно,ускай будет вот так. Пока я это делаю без системы. Теперь мне потребуется три материала для того, чтобы визуализировать эти часы. Для начала я выделю часы целиком, покрашу их первым материалом. И у этого первого материала поставлю очень простую настройку. Базовый цвет черный. Отлично. Отражение максимальное белое. И включу опцию, называется металлнос, металлизированность. Вот теперь у меня получается металлический корпус. С помощью настройки ИОР можно отрегулировать силу блеска металля, силу отражения металля, так скажем. Ну и можно отрегулировать гладкость, чтобы металл был чуть-чуть матовым. Второй материал. Базовый цвет тоже черный. Кстати, у Верея есть библиотек, с кучей материалов, можно было их использовать как вариант. Ну и аж по привычке, поскольку все эти настройки знакомы, как-то не знаю что. Вот я делаю стекло, короче говоря. Вот оно, стекло получилось у меня. Материал стекла, наверное, одно из самых простых, что есть в Верея. И вот, пожалуйста, у нас стеклянный циферблат. Стеклянное стекло, да. Извините, буду за технику. Извините за технологию. И последний материал будет, конечно, очень, я бы сказал, читерский, нечестный, потому что я собираюсь сделать наклейку с самого циферблат, вот это вот изображение, такая наклеечка. И я собираюсь, да, совершенно нечестным образом взять полигоны вот эти вот и на них налепить ее. Ну, что бы и не. Как бы то ни было, часики получились, учитывая скорость, которую мы с вами их рисовали, ну, вполне себе ничего. Самое главное, они в точных размерах и, ну, вполне себе на визуальный прототип тянут. На этом по, так скажем, практической части все, друзья. Если что, вы потом можете взять запись, посмотреть ее, попробовать повторить. Вы можете взять любые картинки с часами или с каким-то другим простым каким-то примером и потренироваться с подобным моделем. Ну, и с вашего позволения, я хотел бы закончить презентационную часть. Да, у нас есть курс, который так и называется технологический дизайн, который полностью сосредоточен на этом. Кстати, примера с часами там нет. Там есть примеры с ювелиркой, с сувениркой, с мобильным телефоном и с куском автомобиля. Это да, все там есть. Курс длится два учебных дня полных, ближайшая возможность 12 июля вы пройти. Также он, кстати говоря, включен в несколько сложных комплексных программ. Например, в такую программу, как 3D-моделлер. То есть, если вы будете проходить комплексную программу 3D-моделлер, вы, конечно, сможете в том числе и на этот курс попасть сразу. У нас есть куча форм обучения, поэтому, если вы живете не в Москве, если у вас нет времени посещать регулярные занятия, вы также сможете опоройти в любом случае. Ну, и вот на этом, дорогие друзья, все сказал, что хотел. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, буду рад с вами пообщаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!